Девушки отдыхают Пантовые ванны – мощный источник возрождения внутренней энергии. Сама природа заботится о вас. Дача – это даже важнее, чем квартира, утверждает художница Наталья Толовира. Ведь именно здесь, с начала апреля до октября, жизнь бурлит по-настоящему. Каждый день сулит новые открытия, а для творчества нет преград. Нет, конечно, на участке есть и теплицы, и различные плодовые кусты, но главное – это бал цветов. Так музыкально-поэтически Толовира называет свои клумбы. Здесь ты подпитываешься землей и цветами, потому что это очень много дает энергетически. Ты все время находишься в состоянии какой-то божественной красоты, потому что одни цветы затихают, другие начинают подавать свой голос. И для меня дача – это просто вся жизнь. Неслучайно лучшую часть жизни Наталья Толовира посвящает своим ученикам. И делает это именно на даче. Художники не просто приезжают сюда, как на пленэр, на пару часов, а живут здесь неделями. Дача Толовиры для некоторых становится своеобразной альмаматор, где они постигают не столько художественную науку, сколько философию образа жизни. Учатся учителя не только, как он мазок делает, как он пишет, как рисует, как затачивает карандаш, он или его ученики и так далее, а что он ест, как он ходит, в чем он, как он относится к живописи. Возьмешь Брюлова, тот без манжетов вообще считал, что за живопись нужно в чистоте быть, святое, так сказать, искусство. Учатся разговоры, учатся даже, как есть надо. Много чапкать надо или поменьше. Поскольку Наталья Толовира представительница художественной династии питерской выучки, то смело можно предположить, что с хорошими манерами у нее все хорошо. Так что молодое поколение пермских художников, можно сказать, в надежных руках. Ну а напоследок хозяйка дачи не смогла отпустить нас без подарка, украсив немного и нашу жизнь. Я не люблю срывать цветы, но для вас это просто от меня большой подарок души. От всего сердца вам большое-большое спасибо.